Задумывались ли вы, что за каждым, даже самым обычным предметом стоит изобретатель, который благодаря своему таланту, знаниям и упорству сделал нашу повседневную жизнь намного комфортнее? Библиотека номер 18 Северного округа подготовила обзор «Научно это не скучно», который поможет ответить на детские вопросы и увлечь их изобретениями. Первые шаги в науке ребенок делает, сам того не замечая. Каждый день он наблюдает, прислушивается, трогает и даже пробует на вкус то, что его окружает. И каждый день он задает вопросы, что, как, зачем и почему. Из ответов на эти, казалось бы, самые простые вопросы складывается понимание сложных процессов и явлений. Ведь наука окружает нас повсюду, прячется в самых обычных вещах. Просто удивительно, сколько полезной информации содержится в новой детской энциклопедии испанского писателя Хауме Копанса и художнице Лилиана Фортуни «Музей изобретений от колеса до смартфона», которая вышла в издательстве «Пешком в историю». В книге содержится краткий рассказ о сотнях важных, полезных и необычных изобретений в истории человечества, как справедливо указано в заглавии «Изобретение от колеса до смартфона». Особенно хороша форма, в которой подается информация в книге. Конечно, детям будет трудно усвоить такой большой объем информации, а тем более ее запомнить. Поэтому новую информацию нужно сделать интересной, занимательной и подавать ее ребенку в процессе веселой игры. С этой задачей книга «Музей изобретений от колеса до смартфона» прекрасно справилась. Книга представляет собой красочный комикс, ведь современные дети так любят комиксы. Маленькие мальчик и девочка приходят в музей изобретений, встречают директора и отправляются вместе с ним в путешествие по залам музея, где их ждет много открытий. Музей изобретений, где экспонаты можно брать в руки, играть с ними и делать всякие эксперименты, такими веселыми играми, под присмотром доброго директора музея займутся дети, чего они только не будут делать, и испытывать новый скейтборд, и обклеиваться стикерами, и обматываться туалетной бумагой, чтобы изобразить мумию, и выбирать самую удобную модель велосипеда и многое другое. На каждой странице книги героев детей ждут новые веселые игры, а профессор-ученый всегда готов с радостью присоединиться к ним и тоже поиграть. Кроме того, переходя в этом волшебном музее из зала в зал, из эпохи в эпоху дети переодеваются в разные костюмы. Так они могут себя лучше почувствовать первобытными людьми, впервые добывающими огонь или гонщиками, которые испытывают новый вид мотоцикла. Приключения главных героев энциклопедии очень смешные, детям будет за ними весело и интересно наблюдать. Книга разделена на четыре раздела, четыре зала музея изобретений. В первом зале «Мелочи жизни» ребята познакомятся с изобретениями, которые стали привычными и необходимыми в нашей повседневной жизни. Ручка, карандаш, зубная щетка, пуговица, стикеры, чипсы и многое другое. Эти предметы, без которых немыслимо наша современная жизнь, тоже были когда-то изобретены. Дети узнают, как их изобрели и почему они стали так необходимы людям. Во втором зале «Великие изобретения человечества» ребята познакомятся с самыми важными научными открытиями и изобретениями, которые перевернули всю человеческую жизнь. Колесо, календарь, книгопечатание, лампочка, кинематограф и так далее. Третий зал музея самый интересный и смешной. Он называется «Абсурдные, бесполезные, странные и устаревшие изобретения». Здесь можно повеселиться от души, узнать, как изобрели гамак для ног, будильник на колесах и квадратные яйца. А также познакомиться с самыми странными и необычными изобретениями, названными японским словом «чиндогу» – костюм швабра для ребенка, зонтик для обуви, шапка с зеркалами заднего вида и так далее. В отдельном уголке этого зала хранятся устаревшие изобретения, которыми сейчас уже никто не пользуется. Зато раньше они были очень востребованными. Это, например, печатная машинка, аудиоплеер, факс или кассетный магнитофон. Последний зал книжки музея – это лаборатория изобретателя. Здесь детям предложат самим стать учеными-изобретателями и своими руками создать что-нибудь новое и необычное. Благодаря подробному рассказу дети смогут сами сделать усовершенствованные палочки для еды, портативный личный кинотеатр, зонтик для собак, свитер для попкорна и многое другое. Последняя часть книги развивает фантазию ребенка и будут его творческие способности, что очень важно и полезно. Книга Хаумы Копенса и художницы Лилиана Фортуни «Музей изобретений от колеса до смартфона» рекомендована всем, кто любит необычные красочные детские энциклопедии с массой полезной информации. Какие только вопросы не задают дети! Из чего сделан вафельный рожок? Почему пенится мыло? Правда ли для сладостей нужна свекла? Почему рыбные палочки совсем не похожи на рыбу или как, например, тонкий грифель карандаша затолкали в деревяшку? Всем любознательным посвящается книга «Что из чего сделано?» В ней наглядно с помощью схем и рисунков показано, как создают кроссовки и пластиковые бутылки, как шины становятся такими прочными или почему в зимней куртке совсем не холодно. Знаменитый французский художник Гийом Рейнар не только проиллюстрировал книгу своими милыми рисунками, но и сам написал ее. Открыв детям секреты изготовления самых разных повседневных вещей. Гийом Рейнар рассказывает не только о том, что из чего состоит. Он знакомит с полным циклом производства. От работы дизайнера, если речь, например, об одежде или мебели, до попадания продукта к человеку. И по ходу дела успевает упомянуть пару-тройку любопытных фактов. Мы узнаем, что обычное мыло может делаться месяц. Стеклянная посуда и оконные стекла изготавливают по разным технологиям. Какао-бобы до своих превращений должны побродить 6 дней, а швейные иглы появляются на свет с ямскими близнецами. Всего же игла, чтобы стать иглой, проходит 27 этапов. Кроме непосредственного создания чего-либо, Рейнар умудряется вроде бы вскользь, но довольно доходчиво сообщить важное. О переработке и повторном использовании материалов. О невосполнимости ресурсов, влиянии человека на окружающую среду. И о том, что рукотворный мир вокруг нас не возникает сам собой. В каждой главе речь идет о людях, которые делают удивительные, а иногда странные вещи, чтобы в итоге получилось что-то хорошо нам знакомое. Начинаешь другими глазами смотреть на предметы вокруг, и появляется желание самому сотворить что-то столь же интересное и полезное. Автор выбрал самые разные повседневные вещи, с которыми человек часто встречается в своей жизни. Теперь, если у детей возникают вопросы, а как приготовлен этот продукт, как готовят рыбные палочки, достаточно взять в руки эту книгу, где подробно и понятным языком рассказываются все этапы создания тех или иных вещей. Давайте узнаем, как рыбы превращаются в рыбные палочки. Экипажи крупных промысловых судов многие месяцы проводят в открытом море. В северной части Атлантического океана они ловят треску и пикшу, а в северной части Тихого – хека. Современный траулер – это настоящий завод на плаву, где обработка рыбы начинается практически сразу же после вылова. В течение шести часов траулер тянет за собой трал. Наконец рыбаки поднимают эту гигантскую сеть, полную рыбы, наверх и вытряхивают ее прямо на палубу. Затем рыба отправляется в трюм, где ее чистят и потрошат. Длинным ножом рыбе отрезают головы и хвосты, очищают от чешуи и плавников, вынимают кости и внутренности. Подготовленные таким образом рыбное филе собирают в большие блоки и замораживают. По возвращении в порт начинается долгий процесс разгрузки. Тонны мороженой рыбы доставляют на ближайший рыбоперерабатывающий завод, где гигантские блоки распиливают на бруски. Для того, чтобы конечный продукт выглядел более привлекательно, кусочкам филе придают забавный вид с помощью фигурных формочек. Затем эти кусочки окунают в смесь из муки, воды, пряностей и растительных масел, после чего, не размораживая, обваливают в панировочных сухарях. А чтобы панировка с мороженого филе не осыпалась, почти готовые палочки в течение одной минуты обжаривают при температуре 195 градусов. Вот теперь их можно упаковывать и рассылать по всему миру. Прочитав эту книгу, начинаешь смотреть другими глазами на предметы, которые тебя окружают, и на людей, которые их производят. А у кого-то из читателей может появиться желание и самому сотворить что-нибудь интересное и полезное. Сложный процесс познания мира начинается с простых вопросов. Почему заржавела велосипедная цепь? Что означает плюс и минус на батарейках? Как можно поднять слишком тяжелый груз? Всему этому посвящена книга Мартона и Стефана Бруярдов «Атомы науки. Химические соединения. Электрический ток. Простейшие механизмы», которая не только объясняет известные феномены, но и показывает, как из мелких деталей повседневности, словно из атомов, складывается наше представление об окружающей реальности и интерес к ее законам. Федя катается с папой на качелях и спрашивает, как можно их уравновесить, несмотря на то, что папа гораздо тяжелее. Саша меняет по заданию учительницы батарейки в датчике дыма и выясняет, что они бывают разные, причем не только на вид. У Жени заржавел велосипед, и он пытается понять, почему. Каждая, казалось бы, бытовая ситуация уводит в научную область. Саша узнает об электричестве и его первооткрывателях, Женя погружается в удивительный мир химических соединений, а Федя разбирается в простых механизмах. В итоге нас не просто посвящают вазы, химии, механике и физике нам демонстрируют, насколько наука и сухая теория неотделимы от древа жизни. Через три истории, больше познавательно-информативные, чем художественные, не без юмора, проиллюстрированные Пьером Жераром, читателю предлагают подключиться к любознательным героям. В книге есть интерактивные задания и словарик в конце каждой главы. Авторы не избегают научных терминов, а подробно их раскрывают. Почему в машинке на пульте управления одна батарейка, а в будильнике другая? Так начинается захватывающее путешествие Саши, Жени и Феди в мир большой науки, химии и физики. Как-то прекрасным солнечным утром Сашина учительница рассказывала детям о правилах пожарной безопасности. Тем, у кого дома есть датчики дыма, она посоветовала проверить в них батарейки. Придя домой, Саша поскорее достает из тумбочки две новые батарейки типа АА. Он просит маму помочь ему снять датчик дыма с потолка и заменить в нем батарейки. Открыв корпус датчика, Саша удивляется. Похоже, батарейки типа АА тут не годятся. Вместо обычных пальчиковых батареек в корпусе лежит одна прямоугольная. Саша спрашивает маму, почему батарейки такие разные и откуда в них электричество? Давай разберемся, предлагает мама. В истории батарейки важную роль сыграла одна лягушка. В 1786 году итальянец Луиджи Гальвани сделал удивительное открытие. Гальвани решил, что лягушка сама вырабатывает электричество при контакте с металлами. Он считал, что открыл животное электричество. А вот другой итальянский физик Алессандро Вольто сомневался, что электрический флюид имеет животное происхождение. Вольто пришел к выводу, что электричество вырабатывается самими металлами. Чтобы доказать это, Вольто заменил лягушку опилками, пропитанными соленой водой. Сработало. Так в 1800 году был изобретен Вольто в столб. Источник стабильного электричества. Вольто в столб – первая в мире батарейка. Этот научный прорыв привел к целой серии открытий. Без такого источника электричества не смогли бы появиться ни телеграф, ни телефон. Работает Вольто в столб просто. Один из металлов получает электроны, а другой их отдает. Так как соленая вода проводит электричество, электроны начинают свободно циркулировать между двумя металлами. И мы получаем электрический ток. Основные три раздела книги «Химические соединения, электрический ток, простейшие механизмы» раскрывают главные направления для экспериментов и поиска более подробной информации. А необычные иллюстрации помогают младшим школьникам начать работать с книгой практически самостоятельно, хотя и не без помощи и контроля взрослых. Наука не стоит на месте. Она движется вперед с огромной, невиданной ранее скоростью. А значит и главный проводник науки в мир детей это познавательные книги, которые выбирают сегодня будущие исследователи.